Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Наши съемочные группы сняли десятки сюжетов, рейдов и бесед с сотрудниками службы судебных приставов. Одно из последних главных событий – появление нового руководителя Рязанского управления. Сегодня гостем студии стала Ольга Бажимова. Давайте знакомиться. Нам с вами предстоит долгое и тесное сотрудничество. Расскажите немножко о себе. Где вы работали раньше? Я работала в Оренбурге, руководила управлением Федеральной службы судебных приставов 5 лет. До этого не меняла место работы. У меня больше 20 лет. В системе Министерства юстиции начинала я свою деятельность в народном суде. Ну и как бы, как сейчас модно говорить, мы все из Советского Союза. Мы спрашиваем у всех представительниц женского пола, почему девушки выбирают форму. Вы в свое время почему сделали именно такой выбор? Я даже не задумывалась, почему я так выбрала. Наверное, так у меня получилось. Туда тянулось. Раньше формы не было. Мы начали носить форму с 98-го года, вот когда уже вступил в действие Федеральный закон об исполнительном производстве и о судебных приставах. Тогда мы начали носить форму. А раньше, ну, как бы без формы. А так уже вот, ну, как-то по привычке в форме. Как прошел первый рабочий день на новом месте? Как встретил коллектив? Как вы его? Чего друг от друга ожидали? Ну, я готовилась, конечно, к приезду. Вот мне было понятно, куда я еду, какой у меня коллектив будет. Ну, встретила Рязань меня тепло. Хорошо, с солнечной погодой. Поэтому все хорошо. Сильно отличается то, что вы увидели здесь и в первую очередь управление от того, где вы работали раньше? Да нет, ну, как можно сказать, отличается. У нас одни законы, одни директивные документы. То есть, в принципе, цели, задачи, стратегия одна. И проблемы примерно те же. Я имею в виду те, с кем вы призваны бороться. Да, конечно. Проблемы, они везде одни и те же. И понятное дело, что я никогда не скрывала и говорила, что служба судебных приставов является лакмусовой бумагой именно нашего общества. Вот какие волнения в обществе идут, это все сказывается на направлении исковых заявлений в суды, это сказывается на категории исполнения исполнительных документов. Вы как человек новый, на какие тенденции обратили внимание? Ну, меня порадовало то, что проблема в регионе, в общем-то, не очень остро стоит по выплате заработной платы. На сегодняшний день я бы хотела отметить, что регион стабильный. И я понимаю таким образом, что население обеспечено работой. Я не думаю, у нас не очень плохо выглядит, ну, как бы по сравнению со всей Российской Федерацией, количество исполнительных документов о взыскании заработной платы. Что касается выплат алиментов, ну, примерно одно и то же, как по всей России. Вот, это, опять же, вопрос социального характера. Люди сходятся, люди расходятся, люди определяют место жительства ребенка. Ну, то есть, это вот, как сказать, это жизненное все. Поэтому меня вот порадовало то, что, во-первых, вот у нас не так много взысканий заработной платы. И порадовало то, что, в принципе, у нас не завал по алиментам. То есть, я понимаю таким образом, что дети живут со своими родителями. А для того, чтобы воспитать, ну, наверное, достойного гражданина Российской Федерации, все-таки, я считаю, что дети должны жить в полноценных семьях, где есть мама и папа, где родители достаточно хорошо уделяют внимание детям, воспитанию, развитию. Как вы будете над этим работать? Мы очень часто с вашими сотрудниками проводим время в рейдах. Видим, как они работают, как реагируют на них. То есть, когда молодые стройные девочки доходчиво объясняют, что они хотят, и их внимательно слушают, это, на самом деле, дорогого стоит. У вас будут какие-то свои новые концепции, новые методы, которые вы привнесете? Нет, новых у меня методов нет. Я еще раз хочу сказать, что мы живем в правовом государстве, и законы у нас одни. И граждане Российской Федерации должны подчиняться законам государства, поэтому мы будем исполнять требования тех, которые будут нарушены у той или иной страны, никоим образом не ущемляя ничьи права. Как вы думаете, вы строгий руководитель? Ваши сотрудники вас об этом не спросят, а мы можем, мы журналисты. Ну, я думаю, что, наверное, да, я строгий руководитель. Требовательный. Я не люблю лодырей. Я сама не лодырей, не люблю лодырей и бездельников. Вот я не знаю, требовательный или нетребовательный. Ну, Рязань, город гостеприимный. Наверняка вы, как женщина, обратили внимание на какие-то традиции. Опять же, в первую очередь, в вашем управлении. Какие из них вы оставите, и появятся ли опять новые? Ну, традиции очень хорошие в управлении. Мне очень нравится то, что мы не забываем ветеранов, тружеников тыла. Мы не забываем участников Великой Отечественной войны. Мне понравилась позиция управления именно в общении с детьми, которые остались без попечения родителей. Это шефство над детским домом. Участие в вахте памяти, на мой взгляд, тоже очень замечательное дело. Да, участие в вахте памяти тоже. Ну, как бы по Российской Федерации служба судебных приставов активное участие принимает. И поэтому каждое управление, каждый субъект, где есть служба судебных приставов, там вот все сотрудники участвуют в вахте памяти, поднятие вот этих безвестно отсутствующих солдат. Со времен Великой Отечественной войны очень хорошая традиция, потому что, как говорят, не бывает будущего, если мы не помним о прошлом. Ну, вот я думаю, что это мы все будем сохранять. Как вы думаете, с какой категорией граждан особенно сложно работать? Это именно папы, которые забывают о детях? Это люди, которые не хотят устраиваться на работу? Или это еще какая-то категория граждан? Участник исполнительного производства. Иногда бывает индивидуально по-своему самобытен должник, у нас бывает индивидуально самобытен взыскатель. Так нельзя говорить. У нас, ну, как сказать, сколько людей? Такие они вот все разные, многолекие. Тогда давайте немножечко разбавим нашу беседу. Мы всех ваших сотрудников периодически спрашиваем о каких-то курьезных, интересных, хороших случаях. Я думаю, в вашей практике они тоже были. Потому что судебные приставы попадают в самые разные ситуации, в самые разные семьи, особенно если это больше сельская местность. Может быть, в вашей практике тоже есть о чем вспомнить? Ой, у меня много курьезных. Вы к этому относитесь с пониманием? Нет, я отношусь с пониманием. Иногда бывает, вот знаете, можно воевать, разыскивать должника. Он будет всячески прятать, выводить активы. А потом уже, когда все-таки мы его, как говорится, законным методом нашли, оказывается, не такой он и плохой потом говорит. А что я бегал-то? Но все равно. Все равно мы должны выполнять свои функции. Разные ситуации бывают в жизни. У нас проблемы в обществе не только же по алиментам. У нас на сегодняшний день очень большая проблема – это общение с ребенком. Когда родители, один из родителей добивается в суде именно определенного времени, дней, когда он может общаться с родителем, если вот другой родитель препятствует этому. И у нас доходит до того, что вот курьезный случай, когда мы в субботу, там, например, суд определил, там, вторую, четвертую субботу, папа общается с ребенком. Ну, понятное дело, мама, бывшие супруги переругиваются в этот момент, а трехлетний ребенок стоит и говорит, мама, у нас новый судебный пристав. Поэтому вот иногда становится страшно, иногда становится жалко этих детей, потому что вот бывшие супруги, они забывают, они как бы вот как марионеткой пользуются этим ребенком, а страшно то, что на ребенка не обращают внимания. Вот, и вот судебный пристав стоит, смотрит, а ему говорят, а вы у нас новые. То есть ребенок уже узнает, понимает, наверное, это страшно. Потому что он эту тетю видит чаще, чем папу. Да, да, наверное, это страшно. Но ситуации очень разные бывают. Бывает, кто-то с благодарностью относится, кто-то обижается. Ну, многие вздохнули, что на этом посту сейчас женщина по-другому немножко, мне кажется, будет смотреть. Я не знаю, но мне вообще, конечно, детей очень жалко. Вот на самом деле я понимаю, я вот мама двоих детей, я понимаю, что для того, чтобы вот ребенок был незакомплексованный, развитый, должен ощущать, ну, великое, наверное, чувство любви родителей. Я надеюсь, что мы с вами будем часто встречаться не только в этой студии, но и у вас в гостях. Спасибо вам большое за эту встречу, что вы нашли время буквально в первые дни своей работы. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин